Шалом, дорогие друзья! Я бы сегодня хотел с вами вместе обсудить тему свободы выбора, насколько дали возможность человеку выбирать абсолютно все, что он хочет и всегда, и везде. Где мы это видим в недельной главе? Мы это видим из того Билама, про которого мы с вами уже немножко говорили. Кто был Билам? Билам это был ужасный, абсолютный грешник, несмотря на то, что он общается с Богом и знает все про Бога, про Тору, про награду, про наказание, про рай и так далее, и так далее. Он абсолютно все знает. Он обладает колоссальными знаниями, которые другие не знают, но все равно он выбирает идти и становиться самым ужасным грешником. Нам дали возможность выбирать все, что мы хотим. И общение с Богом, знание, стопроцентное знание, что Бог есть, все равно нам не гарантирует, что мы правильно себя поведем. Это просто потрясающе. Многие люди говорят, вот если бы Бог сделал бы для меня лично какое-то открытое чудо, тогда я бы побежал бы в синагогу и пошел бы молиться и так далее, и так далее. И мы видим из жизни Билама, что это не так. Можно все знать про Бога, и можно все равно бежать за своим сердцем, за своими какими-то плохими желаниями, и зная все, все правила игры, что хорошо быть праведником, что плохо быть грешником, что грешников наказывают и так далее, и так далее. Но все равно можно бежать за своими, вот то, что называется, ецерара, злым началом, и все равно можно быть абсолютным грешником, зная про то, что, зная всю правду, что есть Бог и так далее, и так далее. Поэтому те, кто говорят, что вот если Бог сделает для меня открытое чудо, я сто процентов побегу в синагогу, они заблуждаются, потому что это не так, и мы вправе выбирать, что нам делать, несмотря на то, что с нами происходит. Можно видеть Бога и быть ужасным абсолютным грешником, а можно Бога видеть не открыто, как это делал Билам, он с ним общался, а можно видеть Бога везде, там, не знаю, цветочек вырос, вау, чудо. Можно видеть Бога в каждом творении, ведь каждое творение, если кто-то, если что-то создали, значит, есть Создатель. Можно увидеть Бога в любой вещи, в любом элементе творения вот этого всего нашего мироздания, и Ему служить, и хотеть быть с Ним. А можно видеть Бога в открытую, и с Ним общаться, и быть грешником. Тора дает нам абсолютную возможность выбирать, и наш выбор зависит только от нас, как сказал Альберт Эйнштейн, что эту жизнь можно прожить так, как будто бы Всевышний находится везде. Каждый вдох Всевышний дал мне возможность дышать, жить, и так далее, и так далее. Можно видеть Всевышнего в каждом вдохе, в каждой травинке, в каждом облачке, солнце, и так далее. А можно прожить эту жизнь так, что даже общаясь с Богом, да, не, я не хочу, нам дали абсолютную свободу выбора. И также мы это видим во всех вещах. Можно быть счастливым, не имея ничего, а просто быть счастливым от того, что я живу. А можно быть несчастливым, имея все, здоровье, деньги, семью, богатство, и все равно человек может быть несчастливым. Все зависит только от нашего выбора, и выбор, пожалуйста, выбирай все, что хочешь. Например, еще такой пример. Всевышний создает такую возможность человеку делать семью. Мы женимся, мы рожаем детей, чтобы мы могли уподобиться Всевышнему. Всевышний создал человечество, Он все создает. И Он дал нам возможность быть по образу и подобию самого себя, чтобы мы могли рожать. И тем самым мы уподобляемся Всевышнему. И потом, после 120 лет, мы могли к Нему прилепиться и быть с Ним в раю, потому что мы похожи на Него. Он создает, и мы создаем. Великое чудо иметь семью, рожать детей. Это великое счастье. Но все равно мы видим, что в наше время появляются однополые браки, гей-парады. Люди говорят, а зачем жениться? Это же затратно. Времени нету. Фигура портится. И так далее, и так далее. То есть человек про самый уникальный дар и возможность создавать семью, рожать детей, он может это назвать таким вот проклятием, ненужным, зачем и пошел на гей-парад. Выбор абсолютно неограниченный. И мы можем выбирать все, что мы хотим. И это должно нас немножко даже не то, что пугать, но мы должны задуматься. А я правильно выбираю? Я правильно живу? А как же нам знать, как мы правильно живем? Конечно, максимально много учить Тору и смотреть, что такое, что правильно выбирать. Как Тора нам говорит, выбирай жизнь. И, конечно, нужно иметь максимально близко и максимально много хороших настоящих раввинов, у которых можно учиться. Спасибо большое за внимание. Я всем нам желаю, чтобы мы всегда делали правильный выбор. Выбор в сторону движения ко всемышнему и к Торе. Спасибо огромное.